Совет по развитию предпринимательства и промышленности провели в актовом зале администрации Северского района. Основная тема беседы – дефицит трудовых ресурсов. Это в большей или меньшей степени, но коснулось всех присутствующих на заседании. Пригласили представителей учреждений среднего профессионального образования для того, чтобы в диалоге понять, как лучше привлекать молодежь на работу. Заместитель главы администрации и начальник финансового управления Ксения Лиутская рассказала о результатах массового профориентационного тестирования, проведенного среди учащихся старших классов 29 общеобразовательных школ района. Около половины из них планируют поступать в средние специальные учреждения. 13% желают получить трудовую профессию, а 35% опрошенных готовы после обучения трудиться на производстве. К слову, предприятия муниципалитета сегодня предлагают не только достойную заработную плату, но и много чего интересного. Новой практикой поделился руководитель АЭС «Энерго» предприятия в поселке Афибском, выпускающего энергетическое оборудование. «На базе нашего предприятия мы разработали определенный комплекс работ именно по созданию обучающей площадки. Мы начали вступать в программу центра опережающей подготовки специалистов». Специалистам, повысившим свою квалификацию, руководитель предприятия увеличивает и заработную плату. Кроме того, каждому члену коллектива пытаются создать максимально комфортные условия и сделать ежедневный и рутинный рабочий процесс более разнообразным. Например, проведением конкурсов или участием в фестивалях, к примеру, чемпионате сварщиков. Такой практикой заинтересовались многие участники совета, но все сошлись во мнении, что в ближайшие несколько лет по ряду причин с проблемой дефицита кадров справляться будет сложно. Руководитель компании «Аэропро» Александр Бреслов даже предложил рассмотреть возможность создания при администрации органа, помогающего в поиске персонала для предприятий муниципалитета.